боже как же ты лагаешь тварь да ну на играть таким способом нереально fps слишком низкий сейчас мы с этим будем что-нибудь делать сегодняшнем ролике мы рассмотрим как настроить софт для графических адаптеров от amd программа родион адреналин 2020 претерпела глобальные изменения после обновления которые произошли совсем недавно последний мой ролик является обзором на данное обновление что здесь нового какие функции введены и что в общем из себя представляет данное обновление в том ролике я обещал что мы с вами настроим данный софт для максимального повышения fps в играх после обновления многие люди стали жаловаться что fps в играх значительно упал именно поэтому данный софт нуждается в тонкой подробной настройки подобных роликах я всегда сразу же оговариваю несколько нюансов чтобы людей не возникали лишние вопросы во первых данный ролик будет достаточно длинным потому что здесь я буду рассказывать о каждой настройки очень подробно чтобы вы понимали что вы переключаете и что вы настраиваете во вторых так как мы пытаемся получить максимальный fps то мы будем естественно ухудшать графику поэтому здесь без жертв не обойтись немножечко качество изображения мы потеряем и в третьих не ждите чуда если железо вашего компьютера очень старая то возможно мы не вытянем из него ничего это стоит понимать и не жаловаться на потраченное время под просмотр данного ролика обещаю что ролик будет очень полезным погнали давайте разберемся с видами и профилями настроек переходим в игры находим здесь необходимую игру если она здесь есть и нажимаем на нее попадаем в настройки графики именно определенной игры далее здесь мы нажимаем общая графика и попадаем настройки общей графики для всех игр также из определенной игры есть настройки для дисплея здесь тоже можно нажать кнопочку общей настройки дисплея и попадем в настройки дисплея для всех игр в общей настройки графики и в общей настройки дисплея можно попасть прямо из меню выбора игр либо же через настройки видеокарта либо вкладка дисплей на вопрос о том моей игры нет в списке по какой-то причине она не добавилась добавить ее очень просто вверху есть очень неприметный пункт меню три точки нажимаем его и нажимаем добавить игру далее нужно указать путь до вашей игры можно кстати это сделать и до ярлыка если он есть на рабочем столе если нет то делаем следующее допустим не нужно указать путь до counter strike global offensive он расположен у меня на диске и и нажимаем открыть следующее что хотел бы разобрать это выбор профиля для игр то есть мы можем выбрать определенный профиль с определенными настройками то есть один из них это gaming esports для соревновательных игр таких как counter strike к примеру стандартные настройки и естественно кастом настройки то есть настройки пользователя которыми мы и будем пользоваться эти настройки активируются как только вы измените первый параметр любой настройках игры данный параметр можно сменить в пункте графический профиль сразу сделаю важное замечание все те настройки которые мы сейчас будем применять каждый из игр нужно будет выставить в общей графике точно такие же и в общей настройке дисплея естественно давайте приступим к тонкой настройки сейчас я буду говорить о каждом пункте настройки достаточно подробно а также буду говорить что с ним сделать отключить или включить для того чтобы добиться максимального fps в играх графический профиль менять не обязательно он изменится автоматом как только мы не изменим одну из настроек радион антилек функция снижающие входные задержки связанные с графическим процессором управляет эта технология скоростью центрального процессора что снижает количество операций процессора которые он ставит в очередь чтобы процессор не обгонял видеокарту естественно снижается время отклика от устройств то есть клавиатуры мыши и так далее геймерам конечно эта функция полезна но на слабых пока ее лучше отключить радион chill функция ограничения pps для экономии энергии экономить нам ничего не нужно поэтому отключаем здесь еще должен быть следующий параметр радион boost это новая технология которая значительно увеличивает fps в играх но как я говорил в предыдущем ролике не все игры ее поддерживают и в данном случае counter-strike ее не поддерживает как видите в gta 5 она присутствует и лучше ее включить лишним не будет технология действительно хорошая следующая технология radeon image shoppinning данная технология улучшает качество изображения улучшает провисовку кадров с наименьшей потерю производительности но все-таки потери есть поэтому лучше всего ее отключить следующая технология and change it sing эта технология синхронизации видео чипа с монитором которая направлена на снижение разрыва изображения эта функция актуальна для случаев если частота смены кадров в игре выше чем частота обновления данных дисплея чуть ниже более старая технология подобная после нее и расскажу более подробно что из себя представляют две эти технологии естественно в ведь for vertical refresh то есть ожидать вертикальной синхронизации это еще одна классическая технология синхронизации которая выравнивает разрыв изображения разрыв возникает из различия в частоте обновления монитора и игры к примеру ваш монитор поддерживает лишь 60 герц а в игре 150 fps именно из-за такого рассинхрона получается разрыв изображения поэтому эта функция возможно будет вам полезно для стабилизации качественной картинки но fps в игре станет равной частоте монитора и если вы хотите оценить производительность вашего компа бенчмарками любыми другими приложениями то отключайте эту функцию иначе не увидите более 60 fps при условии что моник поддерживает 60 герц в общем данная функция снижает fps до возможностей моника лично я отключаю обе эти функции они мне не нужны потому что разрыв изображения как такового я не наблюдал еще многие такую проблему имеют имейте это в виду едем дальше переходим дополнительные настройки более подробное и первое из этих функций это анти алайзинг эта технология устраняющая эффект зубчатости изображений между отдельными объектами или просто технология сглаживания она создает размытие пикселей на границе объектов из выбора настроек вы можете прямо здесь настроить данную функцию нажав overwrite application settings то есть переопределить настройки приложения первый из этих настроек это анти алайзинг левел здесь вы можете выбрать уровень сглаживания чем выше уровень сглаживания естественно видеокарта будет получать большую нагрузку что касается этих параметров 2x и 2x и кью их различия уровень подбора и наложения пикселей на соседних границах будет отличаться у них следующим 2x и кью будет равняться практически 4x 4x и кью естественно 8 и 8x и кью самая наибольшая точка положения в общем чем меньше левел тем меньше нагрузка на gpu следующий параметр это выбор метода сглаживания анти алайзинг метод здесь у нас три варианта мультисамплинг самый простой метод сглаживания создает размытие только в некоторых местах по краям объектов адаптивный мультисамплинг золотая середина уменьшает неровности на краях объектов с прозрачными элементами к примеру забор или колючая проволока и супер сэмплинг самый мощный метод сглаживания но требует большей графической обработки что приводит к максимальной нагрузке gpu что же делать с этой настройкой я выставляю определить настройки приложением и позже в игре я отключаю данное сглаживание и ставлю более простой метод позже я покажу это так что оставляем здесь use application settings анти алайзинг метод оставляем естественно мультисамплинг он дает наименьшую нагрузку на gpu следующий параметр морфологикал анти алайзинг или морфологическая фильтрация это еще один тип сглаживания аналогичный супер самплингу но с меньшей потерей производительности в любом случае мы также его отключаем следующий параметр режим анизотропной фильтрации он уменьшает размытие и зубчистость изображений улучшая контрастность в режиме камеры под наклоном здесь можно выставить уровень данной фильтрации вплоть до 16x мы его отключаем есть подобные методы фильтрации на более простые и менее требовательные к производительности это билинейная и трилинейная фильтрация позже в игре мы тоже ее настроим а здесь анизотропную мы отключаем еще раз следующий параметр текстур filtering quality эта функция улучшения качества фильтрации улучшает плавность в игре лучше поставить его на производительность то есть у меня он уже так и стоит performance идем дальше surface format optimization или оптимизация формата поверхности это устаревшая функция для снижения качества график современных играх не влияет на производительность можно в принципе и включить но я оставлю ее отключен десолейшен мод разбивает большие части объектов на изображение на более мелкие как молотая кофейное зерно это достаточно требовательная вещь здесь также имеется уровень теселяции вплоть до 64 x лучше всего здесь оставить определить настройки приложением и позже в игре вообще его отключить или поставить самый минимум следующий пункт opengl тройная буферизация это инструмент работающий совместно с вертикальной синхронизации которую мы с вами как помните отключили и поэтому здесь он тоже не понадобится мы его отключаем а направлен он на выравнивание частоты кадров мониторе с настройкой графики мы закончили еще надо сделать пару пунктиков переходим в общую графику выставляем здесь все то же самое что выставляли в игре не забываем включить radeon boost и здесь еще находим пару дополнительных параметров которых не было в игре то есть это gpu workload очень интересная функция внимание это функция для любителей помайнить то есть если вы занимаетесь майнингом то здесь лучше выставить параметр compact если не занимаетесь то просто оставляем пункт видеокарта и еще одна функция resit shader cash вы наверняка замечали что когда вы запускаете первый раз игру она запускается дольше чем вы запускали бы и второй третий четвертый раз так вот shader cash это функция сохранения шейдеров на вашем жестком диске то есть игре не приходится формировать его каждый раз и вычислять она просто берет ее из файловой системы естественно если мы сейчас выполним сброс то все шейдеры очистятся и игры снова будет первый раз запускаться долго возвращаемся в настройки игры мы еще не настроили дисплей первый из параметров это radeon freesync технологии изменения частоты обновления экрана это еще одна технология адаптивной синхронизации и она исключает разрыв изображения то есть это уже третья функция которая предназначена для исключения разрыва изображения md алло где этот разрыв изображения покажите ну да ладно действительно такое есть вообще нигде не видел чтобы эта функция действительно вредила то есть понижала fps поэтому здесь можно в принципе оставить md оптимизейшн но я все-таки наверное выключу и скейлинг мод это режим масштабирования и здесь обычно оставляют параметр сохранить пропорции в данном случае это при серв аспект рейте технологии интеджер скейлинг это новая технология предназначена она для устранения размытия пикселей более старых играх которые будут воспроизводиться на больших мониторах в новых играх это никак не отразится поэтому в принципе можно ее просто выключить disable если все же вы хотите включить но она не включается сначала нужно включить в общих настройках дисплея лишь затем здесь ну и последний параметр который находится здесь это кастом color эта настройка цветов яркость контрастность и так далее в принципе 100 лет она здесь не нужно на производительность вообще никак не повлияет не забываем перейти в общие настройки дисплея здесь мы находим еще один параметр virtual super resolution это параметр виртуального сверхвысокого разрешения который позволяет играть в игры на разрешение 1080p не уступающий 4к разрешению за счет технологии избыточная выборка сглаживания во первых не в каждой игре это поддерживается во вторых я ее отключу чтобы не получать избыточную нагрузку на gpu при игре пользовательское разрешение и переопределение настроек трогать не нужно таким способом вы ничего не улучшить ну естественно здесь же можете посмотреть характеристику своего дисплея с тонкой настройки графики дисплея мы закончили я знаю что это было долго но это было необходимо рассказать чтобы вы понимали что вы настраиваете и для чего как и предыдущие драйверы radeon settings данное обновление поддерживает разгон видеокарта как я говорил уже выше разгон также можно сделать для определенной игры в отдельности либо же общий разгон чтобы сделать разгон для определенной игры переходим в профиль игры и нажимаем настройка производительности игры и здесь выполняем настройку я буду выполнять общую настройку и покажу как я это делаю здесь выбираем профиль глобальная регулировка параметры управления настройка нажимаем вручную настройка частоты графического процессора и увеличиваем частоту в процентах я сразу вам скажу что сильно это делать не нужно 3-5 процентов это и так уже будет много на самом деле настройки позволяют нам разогнать видео чип на 30 процентов опускаемся ниже и здесь нам нужно настроить чистоту памяти видеокарта здесь тоже возможно поднять совсем минимально с 1750 герц я подниму до 1800 не больше да параметры позволяют сделать это намного больше но во первых не факт что вашей видеокарте хватит питания а во вторых не факт что она не перегреется к чертовой матери и не отвалится чип поэтому следуем рекомендациям делаем минимальный разгон что касается настройки вентилятора я ее оставляю автоматической настройки электропитания оставляю автоматически потому что до лезть пользователю который плохо разбирается в разгоне не стоит и не забываем вверху нажать на кнопочку применить изменения после настройки глобальных параметров разгона в игре просто стоит оставить автоматически разгон будет работать из глобальных настроек но если все же вас интересует разгон для определенной игры пожалуйста делаем все то же самое то что я проделал выше. На этом мы с вами закончим настройку AMD Software Adrenaline 2020. Также сейчас расскажу пару бонусов по настройке операционной системы, чтобы производительность была на максимуме. И для этого, во-первых, перейдем в панель управления, крупные значки, найдем здесь схемы электропитания и выставим здесь пункт на высокую производительность. Если у вас нет такого пункта, то его необходимо создать. Показать дополнительные схемы и выбрать его здесь. Либо создать схему управления питанием с высокой производительностью. И нажимаем далее. Еще желательно нам отключить центр обновления, потому что он периодически просаживает FPS. В седьмой винде центр обновления Windows можно найти в панели управления. Перейти в него и просто отключить. В десятой винде все складывается немного иначе. Нам необходимо перейти в параметры. Сделаю это через пуск. Находим здесь обновление и безопасность. Центр обновления Windows. И здесь мы можем его отключить лишь на определенный период. По-моему, если не ошибаюсь, до 35 дней. Переходим здесь же в дополнительные параметры. Находим приостановка обновлений и выбираем максимально доступную дату. 19 января. Учтите, что обновления проверяться не будут. И вы, возможно, не получите какие-то важные обновления своевременные. Но зато не будет никаких просадок FPS в этот период. Далее непосредственно переходим к настройке самой игры. Я буду это делать на примере Counter-Strike. Нажимаем на ней свойства. Это я делаю в стиме. Установить параметры запуска. И здесь нам необходимо установить некоторые из параметров. Я в описании оставлю ссылочку на текстовый документ, в котором вы сможете скопировать все эти параметры. Первый параметр это отключение заставки при загрузке игры. Второй параметр это частота герцовки вашего монитора, то есть частота обновления. Выставляем. У меня 60 максимум. У вас может быть иначе. 75 или 140. Далее. Т-херц это количество ядер вашего процессора, которые будут задействованы. Я выставляю максимум 4. У меня их всего 4. Следующий параметр Hive увеличивает FPS на слабых компьютерах. Не сильно, но немножечко помогает. И последний параметр это FPS Max 0, который убирает ограничения по FPS. Обратите внимание, что все команды пишутся через пробел и перед каждой командой стоит тире, либо плюс. Теперь давайте перейдем в саму игру и здесь посмотрим, что нужно выставить в настройках. Сразу говорю, что касается других игр. В принципе там все то же самое. Там все присутствуют подобные настройки. Просто я вам показываю на примере Counter-Strike. Итак, переходим в настройки изображения. Давайте быстренько пробежимся по настройке. Во-первых, режим отображения. Монитор. Яркость на ваше усмотрение. Формат экрана широкоэкранный. Все на ваше усмотрение. Разрешение у меня Full HD. Чем меньше вы поставите разрешение, тем больше будет FPS. Это естественно. Режим отображения на весь экран и энергосберегающий режим обязательно выключить. Далее идут опять же параметры на усмотрение пользователя. Это качество изображения. У меня все выставлено на средний, потому что у меня слабенький компьютер. Далее многоядерную обработку оставляем включенный. Ниже параметр, о котором я уже говорил, это режим сглаживания. Мультисэмплинг. Достаточно потребительная вещь, поэтому здесь она у меня отключена. Далее я обещал вам показать более простой режим сглаживания и более старый. Это режим сглаживания FXAA. У меня он включен, чтобы изображение хоть чуть-чуть было нормальным. Далее режим фильтрации с текстур, о котором мы тоже говорили. Онизотропная графика. Мы ее отключили. А здесь мы поставим более простую, либо трилинейную, либо билинейную. Онизотропную ставить не будем. Пусть будет трилинейная. Вертикальная синхронизация отключена. Помните, если я включу ее, то FPS мне станет показывать 60, потому что мой монитор больше 60 Гц не выдает. И кстати, чуть не забыл тоже сказать важную вещь. Если вы что-либо в Ration Setting выставили, то есть отключили какой-либо параметр, и в игре вы его включаете, то работать он не будет. Размытие движения можно отключить. Это еще сэкономит какой-либо небольшой ресурс, но у меня оно включено. Ну и режим трех мониторов тоже нам 100 лет не нужен, поэтому он выключен. Не забывайте применить изменения. Если вас интересует, как настроить другой драйвер, к примеру, драйвер от Intel или Nvidia, или как оптимизировать Windows под максимальное повышение FPS и для четкой ее работы, без лагов и зависаний, то все ссылочки на данные ролики я оставлю в описании. Если после настройки вы все равно наблюдаете какие-либо подвисания, это не значит, что мы настроили все неправильно, так как обновление глобальное, в ней могли быть допущены какие-либо косяки, которые будут исправлены в обновлениях чуть позже. Также в моей голове крутится еще много идей, как повысить производительность старенького компьютера, поэтому подписывайтесь, оставайтесь со мной, мы это все будем делать в будущем. Я постараюсь снимать интереснейшие и полезнейшие ролики для вас. И конечно же, спасибо вам, ребята, за поддержку и внимание. Надеюсь, что вы оживите своего динозавра.